Чао, Хуми! И это уже 12 ролик на канале про эту модель, но на самом деле в этом видео хотелось бы больше поговорить не про, ну точнее не личное мое мнение об этой паре, а подспрашивать у проходших людей на улице, что они скажут по поводу этой модели. Поехали! Что вообще хочется сказать про этот кроссовок? А хочется сказать то, что если вы хотите также брать такие же релизы, допустим, вот этих вот True Form мы в нашем чате в Дискорде взяли, по-моему, штук 15, может быть, ну в общем где-то в этом районе у нас были гайды на сайте Adidas Russia и все желающие, ну по-моему, да, действительно все, кто хотели их взяли. 30-го числа будут клей, новая расцветка 350-х, на которых тоже можно нормально заработать, если их выгодно перепродать, так что если вы еще не в нашем Дискорде и вы хотите туда попасть, места у нас ограничены и сейчас продажа мест не идет, но в описании вы можете найти ссылку на наш паблик и обязательно в ближайшее время мы сделаем ресток, то есть можно будет успеть к нам залететь в Дискорд и пользоваться всеми нашими гайдами, ссылками. На клей у нас уже есть список рафлов, сайтов, так что обязательно проверяйте. Ну а про сам косовок на самом деле я уже немножко от них устал. Каждый раз про них что-то рассказывают, но вот здесь надо признаться, надо признаться, что вот эта полоска, она действительно, это что-то новое, новое дыхание, ну именно конкретно в эту модель, потому что с расцветками что-то можно здесь еще придумать, все элементы уже были перекрашены во всевозможные расцветки, а использование какого-то нового материала, особенно который прозрачный, это, на мой взгляд, достаточно интересно. И вот сочетание цветов, я не знаю, как лично вам, вы обязательно пишите в комментариях, но мне дико зашло вот это вот сочетание такого бледно-серого и бледно-оранжевого, кстати, в жизни они немножко более тусклые, чем на картинке, мне кажется, но все равно сочетание очень приятное, и даже если говорить про какие-то неприятные условия для носки, тот же самый Петербург, в котором я нахожусь из-за окном, ну погода так себе, да и Москва, в принципе, тоже не самый чистый город, все равно вот серый аутсол, он, мне кажется, не очень сильно будет пачкаться, и в любом случае отстираться получится. Что еще, кстати, интересного я заметил, это то, что вот здесь вот вы можете заметить, что митсол, он тоже такой типа, в оттенках розового, и я сначала думал, что это покрашен вот этот вот внешний элемент, то есть внешний элемент митсола, но на самом деле, насколько я понимаю, прокрашен буст именно внутри, потому что именно только вот буст идет в периметру розового цвета, и на пятке можно прям заметить, что кусочек идет белого, кусочек розового. И, кстати, со стороны пятки выглядит это, ну, во-первых, здесь вот сам аутсол, короче, не будем в 20 подробностей, но с пятки выглядит, ну, так себе. Ну, и что, наверное, хочется еще сказать, это то, что кроссовки дропались только в определенных регионах, так что их было не так уж и много, и ресел прайсы на них, кстати, нормальные, сейчас в районе, по-моему, 28 тысяч рублей, где-то в среднем за, там, 9-10 размеров, ну, за маленькие, конечно, побольше. Ну, в целом, то есть, я даже не помню, когда хорошо реселились 350-е, по-моему, в общем, давно такого не было, что было больше, там, не знаю, 25 тысяч за пару, и мне кажется, ну, это хорошо, что все-таки какая-то лимитированность возвращается. То же самое, наверное, будет и с клеями, потому что у нас их в России не будет, но в Дискорде у нас будут способы. Вот, ну и Hyperspace, это вторая расцветка, которая уходила вместе с true-формами, она, кстати, стоит даже чуть-чуть подороже. На весну это, конечно же, вот прямо топчик, и если все это обработать спреем, ну, и носить в адекватную погоду, то на весну очень хороший вариант. Почему не на лето? Потому что, если вдруг вам кажется, что это прям очень легкий кроссовок, то на самом деле это не так, потому что верх у него очень плотный, ну, и в комбинации, если вы наденете какой-нибудь теплый, ну, или даже просто обычные высокие носки, то летом у них, наверное, может быть даже жарковато. В общем, все, я уже миллион раз про них все рассказывал, поэтому теперь давайте пойдем и узнаем, что думают про них обычные петербуржцы, обычные, обычные жители Ленинграда. Поехали. Наверное, может показаться, что этот кусок видео снимался полгода назад, зимой, и в руках у меня находится сэмпл, но нет, мы просто находимся в Питере. Замечательная улица, там располагается ДЛТ, и мы специально сюда пришли, чтобы найти каких-то интересных людей и поспрашивать их про эту модель. Но у ДЛТ мы никого не обнаружили, поэтому будем сейчас спрашивать совершенно рандомных людей. Молодые люди, можно у вас спросить? Не было в Питере. Очень добрые жители Питера, но ничего, погода хорошая, солнечная все-таки, думаю, сейчас найдем кого-нибудь. Надеюсь. Итак, привет, я спросил людей о том, что они знают, какой бренд это и сколько это стоит. Какой бренд это стоит? Да, может быть. Эти я не люблю, но я не очень специально в том, что я не куплю их. Слушай, расскажи, знаешь, что это за кроссовок? Ну, Adidas и Yee. А расцветка? Расцветку не знаю. Как думаешь, сколько они стоят? Ну, или если знаешь? Ну, долларов пятьсот. Не, за свойство в магазине? Без понятия. Ну, вот за сколько бы ты их купил? Ни за сколько, мне не нравится. Не нравится? Не. А на лето тоже не? Нет, вся коллекция от тканей мне не нравится вообще. Понял, окей, давай, удачи. Ну, я так понял, ты уже знаешь, что это за модель, да? Знаю. А прайс на нее какой знаешь? Ну, сколько они стоят? Снадцати на белую. Да, ну, вообще, мы спрашиваем про внешний вид, нравится они тебе или нет. Ну, вот опиши. Уже на Паль, вообще, на самом деле. На Паль? Да. Нет, он. Потому что это не оригинал. Это новая расцветка. Да? Ну, блин, просто я не в курсе, я особо не следил последнюю неделю. Ну, просто вот внешние впечатления. Купил бы ты их себе или нет? Вот за 17 тысяч даже. Ну, серый бы нет, не купил. Вот белый бы, прикольно. Знаете? Эта расцветка не катит? Нет, эта расцветка вообще мне чуть не понравилась. Понял, окей, спасибо. Давай. Да, давай. Расскажите, вы знаете, что это за модель? Нет. А бренд, предположить? Adidas. Изи-бутс, да? Да, все правильно. Как думаете, сколько они могут стоить? Ну, тысяч 10, наверное, возможно, не знаю. Я не помню, типа. Ладно, мы вообще спрашиваем внешне, вот как они вам, вот, напишите, нравится носили бы, нет? Да, неплохо. Вполне. То есть, как женская модель, мы могли бы такой надеть. Да, соответственно. Она, вроде, какой-то секс идет, разве нет? Да, да, конечно. Ну, вот. Все, понял, спасибо, удачи. Ну, в общем, я пытался. Ну, люди какие-то достаточно агрессивные, погода, все куда-то спешат, мало кто хочет останавливаться и рассказывать что-то про кроссовок, но в целом, по-моему, большинство сказали, что им что-то не очень. Ну, вот, как-то так. В общем, это был я, Никита Пасечный, замечательный город Питер. Всем спасибо, всем пока.